Дорогие мои адекватные и абсолютно разумные Этот момент мы ждали долго Я даже не верю, что это случилось Дворфийская крепость вышла в стиме Ныне игра обладает графоном, как в Крузисе Управлением мышкой, обучением и многим другим Сразу скажу, что со своей стороны не вижу какого-либо смысла в техническом разборе и обзоре Ибо а зачем? А потому давайте просто, как обычно, попробуем сотворить интересную историю От которой мы будем смеяться, грустить, злиться и от слез в штаны мочиться К слову, стимовская версия по управлению и некоторым другим моментам сильно отличается от оригинала А поэтому первая история наших бородатых роботяг будет особенно сладко-горькой К сожалению, я так и не нашел способа переноса сохранений с классической версии на версию стима Эх, что ж, тогда попробуем создать совершенно новый черновой мир Чья история, возможно, будет долгой и насыщенной А может и вовсе быстро оборвется без какого-либо намека на продолжение Но сначала Имба Энерджи! Новогодние распродажи в магазине Имба Энерджи Вот прямо сейчас максимально правильно было бы затариться имбовыми напитками Плюс кидосики аж до 70% Так и выгодно Тем более, буквально на днях у имбы появилась ограниченная серия новогодних вкусов Как-то с клубничкой на вкус точь-точь, как лимонад из детства фрустстайл А попьешься и обфлэшбечишься, короче Мандарин, пожалуй, самый новогодний из всех новогодних Тебя бабушка такая Скушай мандаринку, а ты в ответ А у меня есть Имба Энерджи со вкусом мандарина Лицо бабушки представили? Вкус глинтвейна, ну куда же без него? Серьезно? Вы смогли сделать имбу со вкусом глинтвейна? Вы сейчас не рофлите? Погодите, это реально? Коллекция вкусов тематическая, редкая Прям-таки коллекционная А это значит, что их количество строго ограничено И попробовать их смогут только самые быстрые Кстати, именно на эти три вкуса у имбы самые большие скидки прямо сейчас Большие скидки! А еще имбу совершенствовала составы Устранила все прошлые минусы Ища вкусы, стали еще сочнее и ярче Имба Энерджи Переходи по ссылке в описании под роликом И заказывай тематическую имбу прямо сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Ох, до чего же прекрасна музыка Я никогда не имел ничего против классической темы Но черт побери, до чего же замечательно Нынешнее музыкальное сопровождение В эти симфонии обязательно добавите Свой ежедневный плейлист Вы под эту музыку будете есть, работать, срать И драться за гаражами с проститутками Люди постарались максимально, дабы вы Почувствовали Что ж, создаю первый пробный мир И мне выбирая и позволяю сделать это богу рандома Мир назван Королевством ветра Поздравляю, ребзя Мы создали Дораму Место для первой экспедиции выбрали На удивление жирненькое и неожиданно удобное Где-то на горе с деревьями И источником воды под боком А вот и наши герои Эдакий отряд первооткрывателей Под горным именем Древние топоры Пишется слитно К чему нас эти ребята приведут К богатым землям, полным чудесных историй Или же к сердцу тьмы Само же их будущее поселение называется Чудно Аббатство, аббатство ангельских снов А символом является мудрое абрикосовое дерево В некотором конфузе Кстати, столь замечательный арт для ролика Нарисовал мой товарищ из паблика Найт Ченнел Обязательно подпишитесь И вот, работяги на месте Телега отжила свое и более непригодно А дворфы же потихоньку начинают обживать данную местность Начнем с того, что Поселение находится на вершине горы Рядом с очень прекраснейшим водопадом Его красота приносит всем хорошее настроение А мы же в будущем даже можем из этого что-нибудь эдакое оборудовать В стиле Леонардо да Винчи На благо общества Еще был подмечен тот факт, что символ в виде абрикосового дерева Оказался пророческим На вершине полно абрикосовых деревьев А плоды в определенное время года Так и вовсе в изобилии просто валяются на земле Хе-хе, бай Дворфы быстро оборудовали место на поверхности Под рыбную мастерскую с кухней и винокурней А под землей мастерские каменщика и плотника Так шаг за шагом Жизнь закипела Работяги работают что из сил А повара обильно готовят хрючево из местных природных даров В иных историях про дворфов Часто персонажи жрали медиа на обед А вот наши абрикосовые дворфы на это не жалуются Ибо трапезничают разными деликатесами Рагу из абрикосов Да под абрикосовый сидор Разумеется, частые гости на столе Но также ребята активно едят личных рыбек вместе с ягодами, орехами и желудями Не дворфы, а прямо-таки настоящие буржуа Жизнь у ребят идет хорошо, но нет предела совершенства А еще у ребят нет таверны, где они могли бы собраться И просто отдохнуть в компании близких товарищей Надо исправлять Местечко пока не шибко богатое Но и пирамиды еще не разрушились Тем не менее, некоторые дворфы грустят на почве недостатка веры А точнее место для вознесения молитв Ничего страшного, нерешимых проблем нет Специально для них шахтеры вырыли пещеру В этой пещере ребятам и было сказано молиться Ребята не особо возмущались Пещера, конечно, пока что пускает, но это лучше, чем ничего, да? Ну ладно, я же не изверг, не садист Худо-бедно, храм мы украсим Для этого случая у Орул Колонна Оловны Каменщица-блудница, которая имеет аж двух любовников Были заказаны две статуи дворфов Статуи дворфов, кстати, ржут Во, теперь уже лучше Так сказать, если уж молиться кровавым богам То с улыбкой за спиной Вскоре стал вопрос о жилищных условиях Шахтерами было выкопано множество Помещений под квартиры Жителей накопилось уже много, ибо мигранты Наваливаются только так, да и без явных уведомлений Я обнаружил множество голодных ртов Не по прибытии, как обычно, а по факту Уплетающими рагу из окуня, абрикосов И крысин и травы Ремесленники получили кучу заказов на создание мебели Кровати, стулья, столы, сундуки, шкафы и так далее Делать надо много Работяги уже даже не стахановцы, а икеевцы Поэтому, кстати, решил не париться и закрепить к мастерским Лишь профессионалов К Плотницкой, например, закрепил ворчливого стакуда Винашлюзова, который постоянно недоволен всем Я немного поработал Я не воудушевлен Ворчливая собака Удовольствие в жизни приносит лишь выступление Артиста в таверне и тот факт, что он стал Третьим любовником урл-колона Оловной Именно за ней я, кстати, и закрепил Мастерскую каменщика Лучше побольше накину на нее работы Дабы она на благо наше общество полировало камни А не мужицкие чресла Время шло, а крепость наполнялась новыми жильцами и совершенно неожиданными гостями Незнакомцы приходят только так, ибо их привлекает местная таверна Ужин кобальта и храм К примеру, сюда приперлась группа эльфов-нудистов Которые считают, что тяжелая работа и одежда удел кретинов А потому они идут по пути поэзии и эстетики Есть еще несколько гоблинов Один из них, например, предпочитает эгоистничать Спорить и просто вести себя по-мудацки А еще он креативный и является отцом троих детей А вот на огонь заскочили Собака-динго и некий верблюд Правда, это не обычные собаки-верблюд А буквально человека-животные Человека-динго и человека-верблюд Достаточно приятные гости, к слову, не бурогозят Культурные и просто приятно проводят время Им так понравилось в гостях У абрикосовых дворфов, что они решили взять Да поселиться тут Еще тут решили поселиться некоторые люди Эльфы, гоблины и другие Я бы сказал, что они нахлебники Но так-то все они с радостью работают на благо сообщества С абрикосовым деревом на гербе Правда, порой гости бывают и нежеланные Как, например, некая агрессивная макака Которую работяги с радостью отпинали А теперь Самое веселое Если вы уже смотрели предыдущие ролики ПДФ То вы знаете, что очень часто основными противниками нашей экспедиции Являются страшные и жуткие чудовища из глубин Которых дворфы приманивают из-за того, что слишком жадно вгрызаются в земную породу Увы, но следующее то, что я вам скажу Вас поразит Сегодняшний наш враг куда опаснее и агрессивнее Его нельзя победить ни топором, ни арбалетом А выбор жертв этого кровожадного существа куда более хаотичный и непредсказуемый Речь пойдет про местный, красивый и живописный водопад Водопад! Это, можно сказать, местная достопримечательность Его красота поднимает настроение всем И даже самой недовольной жизнью работяга Без собственного уголка для жизни Нет-нет, да заимеет бодрость духа Глядя на эту красоту Так что же пошло не так Первые подозрения закрались у меня в тот момент Когда у меня появилось уведомление о том, что местная рыба разбивается насмерть с этого водопада Ну и что с того, подумал я Рыб либо уносят течением, либо же они просто туповатые Бывает Моим ребятам это не грозит, ведь они построили через реку мост Некая дворфейка, Барт, Сарвиш, Веслотоще Решила погостить у дворфов за рюмкой чая Время тут она провела исключительно хорошо Общалась с людьми, выступала с песенками странного содержания Смотрела выступления других и так по кругу каждый день В один из таких дней она после выступления решила забалдеть от прекрасного водопада Однако стояла ли она в стороне и наблюдала? Нет Стоять в стороне это не про Сарвиш, Веслотощую Ради полноты ощущений она зашла в воду и встала на краю водопада Из-за этого течения снесло ее, дворфейка упала с большой высоты, переломала конечности, отбила все внутренности, попортила впечатление от прекрасного вечера и захлебнулась водой Трагично конечно, но такое бывает ведь Да? Подумал я Правда пока я так думал, кровожадный водопад продолжал жадно поглощать чужие души В эту пропасть свалился эльфийский торговец, который решил не идти по мосту, а срезать через воду Потом туда же свалилась гостья поэтесса, впечатлившись красотой водопада и ужаснувшись гнившим телом барда и торговца На этом решено было не сидеть сложа руки и застроить небольшую стену на краю обрыва Правда что уж там греха таить, от стены пользы было мало Следующим свалился бард Зин Любифорд, ему водопад также подарил целую палитру эмоций А именно удовольствие от красоты водопада, грусть от увиденного на дне трупа и очень сильную тоску от осознания, что труп там далеко не один По такому поводу было решено пойти на радикальные меры и попробовать сделать водный туннель, дабы через него хоть кто-то смог в случае утопления выбраться в пещеру, а там на поверхность Плюс туда же был приделан управляемый водный шлюз, на будущее В итоге после очередного удара киркой шахтер копавшего туннель затопило, а ребенок который находился рядом с ним еле-еле унес ноги На ней шахтер лежит там в воде и пованивает Ну ладно, терять по одной творческой личности раз в полгода не такая уж и трагедия, подумал я Ладно, пусть и дальше водопад радует народ своей красотой, невелика цена После этой мысли с водопада вниз башкой рванул целый караван, а именно торговец, два охранника, лошадь и куча товара История абсолютно та же Все забалдели от красоты водопада, даже лошадь, а потом свалились да утонули На этом моменте стало слишком очевидно, надо что-то делать, ибо на дне водопада уже образовался настоящий могильник Зато от каравана осталась живых целая утка Она застряла в водопаде и теперь пожизненно сидит и получает положительные эмоции от красоты падающей воды Тем временем, работяги избили лесного мишку Дабы укоротить водопад, я решил пойти на достаточно рискованный и сложный проект А именно установку нескольких управляемых шлюзов на краю водопада Правда из-за сильного потока воды сделать это невозможно А потом у дворфам пришлось сначала вырыть два канала по бокам Поставить дополнительные управляемые шлюзы, затопить все вокруг горы А потом уже на ослабленном потоке речной воды установить нужные конструкции На словах это конечно звучит легко, но на деле работягам пришлось поподеть очком Но даже во время работы, чертов водопад продолжал заманивать жертв Бедолага-пикинер, эльфийский поэт и даже лидер экспедиции Атир Будущий Лодочкин И капитан милиции Урист Торгаши Подвалов умудрились разбиться одновременно Но разбились они кстати абсолютно по-гигачадовски А именно ничего не испытав по поводу обнаружения кучи трупов в воде И абсолютно не испугавшись смерти В результате таки удалось взять водопад под контроль Река теперь полностью управляема дворфами Победа абрикосового социализма Правда вот смертей от этого меньше не стало На ней воды лежит множество трупов и куча годного лута Интереса ради было решено откачать воду в другую часть карты через вырытый канал в горе Идея конечно глупая, но почему бы не попробовать? Перекачивать воду вручную пришла сама жена нынешнего мэра дворфийской крепости И попервую все шло даже хорошо Пока из воды не начали показываться замогильные богатства За которыми без каких-либо сомнений прыгнула жена мэра и несколько работяг В результате под водой оказалось еще несколько трупов А мэр со злости от потери супруги запретил экспорт на шкафы Тем временем между строк работяги избили стаю ворон Еще была попытка перекрыть другой водопад Но во время этого дела с обрыва свалилась мамашка с младенцем на руках И вместо того, что обойти водопад, она решила перепрыгнуть После столь трагического недолета на какие-либо водные инновации И попытки достать лут со дна было решено временно забить Не стоит рисковать жизнью ради каких-то побрякух Тем более, когда более солидный гешефт стоит на пороге Было решено копать вглубь, дабы понять, чего стоит ожидать Быть может будут огромные пещеры с богатыми жилами Или же логово какого-нибудь чудовища На деле все оказалось куда прозаичнее Пещер никаких не было, но зато один из шахтеров докопался до огромного бассейна с лавой И сгорел заживо Несмотря на смерть работяги, событие это было очень радостным Ибо благодаря лаве более не надо заботиться об угле и ином топливе Так как теперь те же кузницы и плавильни могут работать на бесконечном подземном огне Плюсом было найдено множество жил золотых И не только Ныне при грамотном управлении и смекалке спокойно можно зажить себе в сладость На таких радостях было решено окончательно обустроить вокруг поселения стены на случай атаки врагов А кузнецы же начали крафт оружия и брони для будущих военных отрядов Эта идея кстати мгновенно окупилась, ибо случилась беда Птицы! Огромные птицы Кеа, а точнее гигантские попугаи начали терроризировать местных жителей Они буквально летают и норовят что-нибудь украсть Правда птицы не догадываются, что здесь их очень даже ждут, так как мясных запасов все меньше и меньше А жрать абрикосовое рагу, запивая абрикосовый пиван до полы, дело не очень радужное А потом стоит какой-либо птице надоумиться опуститься на землю Как ее сразу же хватают за ноги и начинают бить все окружающие И под окружающими, я имею ввиду, и дворфов, и людей, и эльфов, и гоблинов, и даже зверо-людей Как тот же верблюдо-человек Среди птиц Кеа даже были те, которые надоумились залететь в подземелье Там к драке присоединились и дети В этом плане их образ мышления заслуживает похвалы Это и моя драка тоже Я не могу просто стоять в стороне Что уж говорить, в абрикосовой вершине все работяги стоят друг за друга горой Это, кстати, навело на достаточно радужные и светлые мысли А быть может, хоть в этот раз все закончится хорошо Не будет беды, кошмарных трагедий и массовых смертей Водопад укротили, лаву нашли Богатые на драгоценности земли прямо под ногами Совершенно разные народности, личности живут под боком в полной гармонии мире Допустим, некий злобный по натуре гоблин, поэт Босса загара соблазняло, но неспокойно готовит огромные порции рагу Из горного попугая, которого только что помог избить Его я, кстати, решил переименовать А еще он очень стыдит с того, что из одежды на нем только кровь гигантского попугая на кулаках Эх, быть может, стоит сказ о данной истории остановить на этом моменте Оставить незавершенной в таком виде А может быть, двести ее до конца, каким бы этот конец не был В любом случае, сейчас хотелось бы завершить нынешнюю главу словами И строк стихотворения неизвестного гоблинского поэта Кеоптиц напал на дворфов Ах, вот это номер! Кеоптиц потешно жил И потешно помер КОНЕЦ 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 КОНЕЦ